Эта история произошла в глубоких лесах Канады. В районе пышных лесов жил мужчина, известный своими породистыми собаками, которых он разводил каждый год. Секрет его разведения заключался в том, что его животные были наполовину волками, наполовину собаками. Это позволяло получать очень красивых и уникальных щенков, которых искали все охотники. Мужчина не испытывал сострадания к своим животным. Он думал только о прибыли, которую мог получить. Он зашел так далеко, что уже через 6 лет бедная принцесса была полностью истощена. Дилан, заводчик собак, столкнулся с трудной проблемой. Он понял, что принцесса больше не справляется со своей задачей. И он также знал, что ему придется просто держать ее, как домашнее животное. Это означало, что он будет кормить собаку просто так. Поэтому он решил избавиться от нее. Конечно, принцесса ничего не знала о коварных планах своего хозяина, и была очень рада, когда он вышел с ней из дома. Как и все собаки, в этом мире ей нравилось гулять, но ее хозяин редко выгуливал своих собак, что делало ситуацию еще более захватывающей. На тот момент невинное животное не имело представления о жестокой судьбе, которая ее ожидала. Дилан посадил собаку в машину и отвез ее на несколько миль от дома. Затем он въехал в лесистую местность и остановился. Он выпустил собаку из машины и побежал с ней немного глубже в лес. Собака была очень любопытна, потому что они никогда не бывали здесь раньше. Но вместо приятной прогулки у мужчины были другие планы. Пройдя несколько метров, он привязал поводок к стволу дерева и приказал принцессе сесть. Она послушно сделала это. Она хотела угодить своему хозяину, чтобы он снова не стал злобным. Затем мужчина повернулся к ней спиной и просто ушел. Сначала принцессе это показалось игрой. Она подумала, что ее хозяин скоро вернется. Она начала беспокоиться, когда солнце начало садиться. Где мог быть ее хозяин? Что ей делать? Голодные боли в ее животе усилились, и она подумала о своих щенках, которые, возможно, отчаянно искали свою мать. Несмотря на это, собака оставалась спокойной и попыталась уснуть, надеясь, что завтрашний день принесет лучшее будущее. Когда она проснулась на следующее утро, она снова почувствовала голод в своем теле. Поэтому принцесса начала грызть поводок, который держал ее прикрепленный к дереву. Ей срочно нужно было найти еду. Благодаря ее острым клыкам она смогла перегрызть поводок и свободно двигаться. Несмотря на то, что собака провела всю свою жизнь в неволе, она была наполовину волком. Поэтому у нее был сильный охотничий инстинкт. Это позволило ей раздобыть немного еды. Зная, что ей нужна свежая вода, она попыталась найти местную реку. Когда она опустила нос снова на землю, она почувствовала запах, которого не ожидала. Это было то, чего она боялась. Запах волка. Она могла быть наполовину волком, но, будучи выращенной как домашний питомец, она не была готова встретить дикого волка, а тем более целую стаю. Она собиралась двигаться в противоположном направлении, когда услышала что-то очень знакомое. Писк щенков – звук, к которому она очень привыкла. Она почувствовала, что ей нужно идти вперед. К счастью, она это сделала. Принцесса последовала за звуками и, наконец, оказалась у входа в пещеру. Заглянув внутрь пещеры, она увидела мертвую волчицу. Это, должно быть, была мать щенков. Шесть пушистых малышей появились за ней. Инстинкт принцессы оказался правильным. Щенки были в большой нужде. Они не выжили бы без помощи. Молочные железы собаки были полны молоком из-за ее собственного помета, от которого ее отделили. А этим малышам нужна была приемная мать. Собака улеглась и быстро завоевала доверие волчат. Щенки восприняли принцессу, как свою собственную мать. Принцесса становилась все лучше в охоте, и по мере того, как щенки росли, собака старалась подготовить их как можно лучше к их будущей жизни. Щенки грубо играли друг с другом и также учились преследовать друг друга. Они не подозревали, что эта тренировка однажды пригодится им во взрослой жизни. Несколько месяцев спустя щенки превратились в могучих волков. Рано утром принцесса отправилась на охоту в одиночку, оставив щенят в логове. Через 20 минут она услышала шум вокруг себя. Когда она задрала нос, ее встретил знакомый запах волка. Ее сердце начало биться быстрее. Она знала, что у нее нет шансов против стаи волков. Внезапно из тумана вынырнула темная фигура и двинулась к ней. Это был большой матерый волк с пушистой шерстью. Пытаясь сопротивляться, принцесса заметила, что из глубины леса появляются еще волки. Собака знала, что у нее нет шансов. Она прилегла в подчиненном положении, чтобы избежать атаки в последний момент. Но свирепые волки на самом деле не заметили этого действия. Наоборот, стая напала на собаку. Принцесса была готова драться, но одно было ясно. Она не сможет противостоять четверым взрослым волкам. Ситуация выглядела безнадежно. Но в этот момент из леса выбежали шесть молодых волков. Они отогнали обидчиков, нападавших на принцессу. Хотя стая могла бы справиться с шестью молодыми волками, она решила отступить. Молодые волки сумели отразить атаку в последний момент и спасти жизнь своей матери, так же, как она когда-то спасла им. Волки смогли оценить преданность и любовь собаке. Жаль, что людям это оказалось не под силу. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.